Всем привет! Я тут отложил работу над всеми другими видео, потому что на крайний стрим залетело творчество мексиканской группы Семикон. И это был, ну, некий фурор. Дискография у команды небольшая, всего три альбома, и знаете, мне не пришлось себя упрашивать и заставлять отслушивать эти полноформатники. Я сделал это просто вот с огромным наслаждением. Немного о группе. Образовалась команда в 2006 году и в основу своего творчества положила доиспанскую культуру и ацтекскую мифологию, обернув всё это в экстремальный металл, ну, наверное, вот разлива 80-х, скорее всего. Причём лирика группы написана как на испанском языке, так и на языке науатль. Семикон на данный момент имеет активный статус и, видимо, довольно популярна у себя на родине, так как на официальный канал группы подписано более 25 тысяч человек. Обычно, вот когда я чекаю официальные каналы групп, даже вот относительно известных, там, дай бог, тысяча подписчиков наберётся, а тут прям успешный успех. Ну, можно только, наверное, респект выразить. Ну что, давайте уже более подробно поговорим о полноформатниках группы Семикон. Ставьте лайк этому ролику и погнали! Альбом «Омэтилистли» 2009 года. Это вот такая кайфовая мексиканская смесь, вот прям настоящая варева из ацтеков Павера со щепоткой прога. Да, саунд у релиза довольно спорный, звучит как на сотый раз перезаписанная кассета, но лично меня он не отпугивает, а в чём-то даже добавляет некого шарма, некой вот олдскульности. Но самое главное здесь то, что ребята отлично умеют цепляющие мелодии, причём часто их музыкальные решения звучат, ну, не как современный металл, а как, наверное, вот хэви на грани мейнстрима из 80-х. И мне это категорически нравится. Но не рассчитывайте вот на беспрерывную веселуху, потому что подавляющая часть материала на альбоме это медленные какие-то лиричные темы с акустикой, душевыворательными соляками и иногда с женскими бэками. Что касается вокала, то тут, конечно, да, хотелось бы, чтобы он тащил во все нотки, плюс тембр ощущается каким-то бытовым, что ли, и иногда вот из-за этого даже кажется немного комичным. Ну, опять же, всё без какого-то там лютого криминала. По крайней мере, в миксе он сидит нормально. В целом, альбом могу посоветовать, но вот только если будете погружаться во всю дискографию. Второй по уноформатник. Вышел в 2012 году, и он собран вот с уклоном в сторону трэша с такими прям аутентичными, иногда даже довольно злыми рифаками и кайфовыми гитарными соляками. Плюс вокалист стал чаще обращаться к расщепу, что, опять же, добавляет, ну, наверное, к жёсткости и к убедительности звучания. Ну и все эти дуделки, свистелки, перделки, топталки под перкуссию, отсылающие вот как раз к колориту ацтеков, очень неплохо смотрятся на фоне вот этого грубо записанного первобытного трэшака. Да, кстати, учитывая подросший уровень продакшена, балладки тоже зазвучали гораздо лучше. И немного лубнула закрывашка, такая солянка из рифов, металлики, но справедливости ради надо отметить, что из тех рифов, которые металлика либо сама прихватизировала, либо любит ковырить. Ну а в целом, очень даже рекомендую эту работу для ознакомления. Лично я прям протащился, в плейлист улетела и думаю, что буду ещё не раз к ней возвращаться. И последний на данный момент полноформатник Вышел в 2019 году. Альбом получился крайне кайфовым. В плане продакшена он звучит уже очень и очень хорошо, а не как, не знаю, там, наверное, запись, сведённая в фургончики на колёса какого-нибудь торговца бурита. Да и сам материал стал не только жёстче, но и выглядит гораздо более интересно собранным. Фолковые мелодии и инструменты отлично вписаны как в метольные пассажи, так и классно переплетаются с соликами. Ну и да, на этом альбоме, наверное, ярче всего чувствуется вот южноамериканский подход к тяжёлой музыке. В хорошем смысле, конечно же, потому что сцена Южной Америки, ну это моё почтение. И вот этот альбом я прям крайне рекомендую к прослушиванию. Если дебютник однозначно на любителя, второй полноформат больше подходит для ценителей трэша олдскульного даже, наверное, то этот релиз слушайте вот вообще смело, уверен, не пожалеете. И да, альбом весь целиком охрененный, как по мне, там нет ни одного слабого места. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, своё мнение касательно группы Semicon я высказал. Огромное спасибо за такой вот подгон на стриме. Да, там у меня ещё много годноты отмечено, которую я собираюсь ослушать и возможно сделать подобные ролики. Друзья, что вы думаете о творчестве команды Semicon? Пишите, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием ознакомлюсь именно с вашим мнением. Ну и на этом, пожалуй, всё. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Дипрайс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok